Сегодня в экономическом календаре. В 12.00 в Германии будут опубликованы важные показатели состояния экономики страны. Индекс экономических настроений ZEV и индекс текущих экономических условий ZEV. В 15.15 Канада сообщит об объеме строительства новых домов в расчете на год. Это один из ключевых показателей канадского рынка недвижимости. Его значение используется для оценки состояния экономики в целом. Снижение объема строительства новых домов по сравнению с ожидаемым уровнем увеличит продажи канадского доллара. В 15.30 Соединенные Штаты опубликуют уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и затраты на рабочую силу за квартал. Выход данных лучше прогнозов приведет к покупкам американского доллара. В 23.30 Американский институт нефти опубликует еженедельную информацию о запасах сырой нефти, которая учитывается мировым рынком в процессе формирования цен на нефть. Не упустите возможность заработка. Завтра в 11.30 по московскому времени в Великобритании выходит тандем важных экономических новостей. Средний уровень заработной платы с учетом премий и изменения числа заявок на пособие по безработице. Выход этих данных может оказать влияние на движение британского фунта, что даст возможность заработка. По оценкам аналитиков банка JP Morgan, в долгосрочной перспективе пара британский фунт-американский доллар будет находиться в нисходящем тренде. Не оставайтесь в стороне от важных событий на Форекс, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе.